На Эфелевой башне появилось новое развлечение. Начиная с этой недели посетители первого уровня могут походить по стеклянному полу. «Вначале реально страшно. Когда ходишь по нему, то буквально первые несколько шагов казалось, что упаду, так что ступала с опаской. Но на самом деле это весело и захватывающе». Первый уровень башни всегда был наименее популярным среди туристов. Они на нём не задерживались, мол, слишком низко – всего-то 57 метров. Теперь, возможно, ситуация изменится. «Впечатляет, как будто прыгаешь в пустоту. У меня закружилась голова, было много адреналина. Это действительно нечто сенсационное, зрелищное и чудесное». Для площадки это первая реконструкция за последние 30 лет. Работы два года и обошлись в 30 миллионов евро. Стекло со специальным покрытием, которое препятствует скольжению, поэтому ступать на него можно не бояться даже в дождь. Помимо стеклянного пола и стен, этаж оснастили новой экологичной системой электроснабжения. Также сюда теперь проще попасть в инвалидных колясках. «350 специализированных рабочих участвовали в возведении башни во времена Гюстава Эйфеля. И каждый раз, когда я вижу, как её оживляют, возрождают, перекрашивают, делают стеклянный пол, когда люди вдыхают жизнь железную леди, это лучше всего демонстрирует сочетание традиций и инноваций». Высота Эйфелевой башни – 301 метр. Она была построена в центре Парижа в 1889 году и является одной из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Ежегодно её посещают 7 миллионов человек, 85% из них – иностранные туристы.